всем привет сегодня у меня будет такой фильм меня вот спрашивают а вот этим прибором можно транзисторы кп 327 проверить ну этим прибором наверное нельзя потому как у него всего три входа 327 него два затвора вот поэтому 4 у него вывода то всего здесь три вот но для того чтобы проверить транзисторы для этого можно сделать очень простое устройство вот она такой вот в такой коробочке такой маленькой тут можно любые транзисторы мерить вот для пробы попробуем сейчас ну во первых транзисторы они должны быть хранится у вас железные коробки потому как большинство из них что боятся статики вот поэтому железные коробки они нормально и когда его их вы вытаскиваете из него вот берете за эту коробку а потом уже за транзистор берете для того чтобы у вас статического электричества не было чтобы она разрядилась потом многие транзисторы желательно чтобы они у вас закороченные были берут вот такую трубочку одевают на выводы вот они у вас закороченные потом было такое предложение когда в паять и их да вот вот видите транзисторы тут фольга у них сразу вот на выводах так это кп какой тут 313 когда паяют рекомендуется схему уже в полностью в всю собрали вот берете тоненьким проводочком здесь у основания накручиваете закорачиваете вывода потом эту трубочку снимаете потом ее в схему вставляете туда куда надо припаяли а потом проволочку снимаете вот чтобы у вас этот транзит транзисторы не пробилась так значит вот они у вас хранятся так но я тут все вам проверять не буду это вроде как ни к чему это долгая сильно песня я тут кое-какие выбрал и сейчас я вам покажу как это делается проверяется так значит берем книжку какую-нибудь например вот такую поливые транзисторы вот тут есть или цоколевки все их и вот и общем значит смотрите с чем сейчас я вам сначала покажу как этим пользоваться а потом я вам покажу схему этого устройства она простая до безобразия значит вот здесь у нас колодочка вот она тут мы вставляем транзисторы и с из 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 один в общем исток сток первый затвор 2 потом исток сток первый затвор но если бы была такая у меня длинная вот я бы все бою расписал одну такая маленькая а если транзисторы у вас большие какие-то что сюда их не воткнешь для этого вот есть еще от вывода вот я не идут подписанный сток сток затвор 1 затвор 2 все понятно значит для того чтобы проверять у нас есть тумблер это проверяем по первому затвору а здесь по второму затвору переключаем но это выключатель обыкновенным а вот этим потенцометром мы смещение делаем на затворе вот а для того чтобы прибор какой стрелочный был вот берем вот эту вот это вот берем ставим на 25 миллиампер измерение тока вот и и все и вот щупы вот его его родимые щупы вот сюда цепляем ну можно конечно стрелочный прибор сюда сделать в одном зачем у вас это вот если но и слава богу вот питание подается вот по проводу вот тут вот 12 вольт так что вот я уже подал питание значит смотрите что я поставил кп 307 б моего когда воткнули он нам сразу показал какой-то ток теперь берем напряжение на затворе меняем вот эти ток меняется вот до максимума дошел вот до минимума но по этой схеме так можно сделать чтоб он в больших пределах регулирую но и этого достаточно раз он вот так вот регулируется значит он у вас исправны чушь вам еще надо то он у вас исправны если вам нужно два одинаковых подобрать значит вот вы втыкаете это на бумажке записали что у вас вот в этом положении столько току а вот в этом положении у вас получается значит 18 миллиампер записали потом другой транзистор втыкаете это же самое также проверяете если будет одинаково ну и все вы подобрали одинаковые если вам так надо значит вот этот 307 мы так вот проверили все он исправной если другой к это воткнём если у него в больших пределах будет изменяться нужно что он еще лучше у него больше крутизна так теперь я его выключаю вот так и включить втыкаю другой транзистор так что тут у нас какой-то 303 берем за вывода вот так чтоб статика у нас нигде не было вот как бы так этот мы проверили он уже паянный поэтому тут вывода на них куски олова налеплены контач будет или нет так теперь включаем так пробуем ну вот видите он исправный но у него начальный ток столько меньше чем у того но это другой тип другую другая марка транзистора так что чё тут все понятно так теперь выключаем за вывода берем этот выдергиваем ложим вот 305 включаем вот этот статики кстати боится он так ну вот у него предел как и у него крутизна получше чему этих начальный ток столько он меньше так ладно хорошо значит этом с изолированным затвором так держал руками держимся выдергиваем так ложим его в баночку сразу в железную при этом баночку надо в руках держать тогда у нас никакого разности потенциалов не будет так теперь так что тут у нас что тут кп 350 2 затворный вот он вроде присоединяем так включаем так вот смотрим что получается по одному затвору регулируем эти как он регулируется как хорошо так теперь вот тут переключаем и регулируем по второму затвору ну хорошо по второму затвору тоже все регулируется ну и все хочу вам еще над всем он рабочий вот сейчас вот переключаю на другой вот видите них одинаковые что первый затвор управляет так и начальный ток в одну вот прямо затворе они прямо ну идеале одинаковые одинаковые вот так ну все так значит этот транзистор очень даже хороший так чем вот так вот теперь аккуратного дергиваем потом так вот берем его аккуратненько трубочку на место одеваем и в баночку 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 но мощный транзистор я не буду мерить так а тут я чё хотел мерить то 305 но я один уже 305 мерил так значит эти я все складываю но эти большие чё но их припаивать надо еще до то же самое так же меряется так что никаких проблем так сейчас я вам покажу как это все внутри устроена блок питания выключим ну вот смотрите что тут сделано вот это коробочка от какой-то приемника найти как раньше продавались такие вот всякие вот так вот открываем значит а раз два три четыре пять шесть шесть резисторов но и вот это вот переменная счет этого которая крутилка вертелка вот и и все притом значит один резистор это для того чтобы вот этого для светодиода ну красиво чтобы было светодиод горел вот значит можно его в принципе не ставить вот и все одну клеммник тут ночью вот так что каждый может такую изобразить посмотрим схему схема очень простая у нас напряжение подается какое-то 12 вольт здесь у нас два делителя один делитель плавно регулируемый от 0 до 6 вольт потому что эти величины не на кры и резисторы здесь у нас фиксированное смещение то есть половинное напряжение 6 вольт вот мы переключателем подаем это вот 6 вольт фиксированное на второй затвор по схеме если смотреть по этой а на первом затворе мы плавно можем регулировать вот это напряжение смещения и нас этот ток будет контролироваться здесь потом мы переключателем переключаем меняем местами затворы и то же самое делаем так что все очень просто теперь по деталям вот эти два резистора должны быть одинаковые если у вас нет 1 кОм ставите 10 кОм значит тут тоже 10 если у вас 20 кОм значит и тут 20 кОм если тут 100 кОм значит и тут 100 кОм здесь тоже так же два резистора одинаковые хоть какие от 1 кОм и там до 500 кОм можно теперь резистор вот этот зачем нужен он как бы смещение и ограничивает ток через этот транзистор если у вас например будет пробитый этот транзистор когда вы его поставили он у вас неисправный вот то большой ток будет опять же можно этот приборчик этот спалить ваш вот есть ограничение будет ну в общем для маломощных транзисторов вот 200 Ом она все нормально а если вы будете мощный транзистор КП905 например мерить вот то тогда это 200 Ом вам тут ни к чему нужно здесь поставить тумблер и закоротить его тогда вы будете мощные мерить потому как там ток может быть и 500 миллиампер и 1 ампер но соответственно здесь головку ставить ни к чему потому как вы если мощные транзисторы то на цешке вы поставите нужный ток вот а на маломощных вполне достаточно 25 миллиампер чтобы предел был вот ну и все больше чего тут рассказывать все и так понятно теперь для таких для дотошных есть такой вариант если вы хотите вольт амперную характеристику сделать но где-то для ламп вольт амперная вот здесь по-другому это будет называться но это тут там язык сломаешь как это назвать то делается так график вот берем и по вертикали по вертикали мы расписываем какое мы напряжение подаем то есть вот этот потенциометр мы можем отградуировать и будет у нас 1 2 3 4 5 6 вольт или же мы тут напряжение будем мерить вот это значит по вертикали мы можем откладывать вот это напряжение какое а по горизонтали у нас будет тот ток какой у нас будет измеряться вот это вот ну или наоборот как вам хочется эту график нарисовать вот и вот так по точкам мы можем сделать этот вольт амперную характеристику этого транзистора потом его выдергиваем другой втыкаем и там тоже так же и мы потом можем сравнить уж если нам сильно сильно хочется точные подобрать транзисторы на этом я заканчиваю большое спасибо вам за просмотр подписывайтесь на мой канал с новым годом с наступающим ну пока